По сообщению телезрителя началось строительство в скандально известном котловане, вырытом когда-то компанией «Консоль». По информации общественности, боровшейся с «Консолью», участок продан, строится частный дом. Наконец, приостановлено строительство по адресу улицы Лётчиков, 10. Но после распоряжения Сергея Миняйла компания «Карбон» успела выстроить здесь целый этаж высотного комплекса. На Солдатском пляже компания «Интерстрой» остановила работу. Жители микрорайона Камышевой бухты искренне желают, чтобы строительство не возобновилось. Когда особенно еще увидели плакат, что здесь должно быть, мы шокированы этим. В принципе, мы живем здесь, нам некуда ходить. Раньше-то здесь тоже запретная зона была, но как-то было отделено. Воинская часть это была отдельно, территория пляжа вроде как была тоже отдельно. Хоть можно было пройти. А сейчас, получается, мы живем возле моря, мы не можем пройти. Мало того, что строек это куча, дорога вся пыльная, ребенка возить тоже как бы не очень приятно и полезно. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы этого не было. К слову, доступ к морю здесь перекрывают два забора. Ворота до последнего времени были на цепи. Людям приходилось протискиваться в щель между створками. Только сейчас, после распоряжения Сергея Миняйла, ворота открыли. Ну, а сами строительные заборы в Севастополе в очень неаккуратном состоянии. Действующую стройку мы увидели на Античном проспекте. Заказчик управления капитального строительства Севастополя. Прораб говорит, что о распоряжении на приостановление строительства заказчик ему не сообщал. Материал о других строительных объектах, где работа не прекращается, предоставил нашему каналу общественник Иван Камелов. В Балаклаве на набережной Назукино активно строится особняк. Еще одно строительство развернуто на самой высокой точке, откуда открывается панорамный вид на Балаклавскую бухту. Рабочие готовят арматуру под бетонную заливку. Масштабное строительство на Фиоленте ведет компания «Парангон». Работы не останавливаются, несмотря на распоряжение Сергея Миняйла. На Камышевском шоссе в районе торгового центра метра, по словам местных жителей, строительство идет и днем, и ночью. Здесь хозяйничают управление капитального строительства Севастополя и компания «Карбон». Темп работ очень высок. На стройках говорят, что не слышали о приостановке работ. Спешат со строительством и на улице Маринеска в районе конечной 16-го автобусного маршрута. Они привыкли в Украине строить до победного конца с пониманием того, что в последний момент им удастся дать взятки каким-то коррумтированным чиновникам и узаконить построенные объекты. Такое в будущем будет недопустимо. Поэтому я просто предлагаю всем строителям действительно остановиться, потому что это будут выброшенные деньги. Не тратьте свои деньги понапрасну, потому что все незаконное строительство в городе будет пресекаться. Елена Анисимова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.